Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Не раз прозвучал вопрос, сколько томатов можно высадить в одну теплицу. Я даже не буду называть размер теплицы, будет ли это 3х8, как у меня, или там 3х6, неважно, потому что одного ответа, точного, на этот вопрос вы никогда не получите. Я не раз, каждый раз повторяю, повторяю и повторяю. Все зависит от сорта. Вот смотрите, так как у меня пол теплицы засажено теми сортами, вот видите, которые позволяют загущенной посадке, вот демидов, например, Настенька, это невысокорослые, они у меня в первую очередь для получения раннего урожая я их высаживаю. У меня получится количество больше, чем если бы я посадила только индетерминантные, высокорослые, гибридные сорта. Потому что вот эти сорта можно высаживать на расстояние 35-40 см. Другая ситуация обстоит с гибридами, с высокорослыми. Вот смотрите, тут маленькие у меня кончились, начинаются гибриды. У них уже расстояние увеличивается. Видите, какое здесь большое расстояние? Они требуют расстояние 50-60, даже 70 см. И какое расстояние было у нас вот здесь? Тут 35-40, тут 50-60-70. Это вот как сколько вы им дадите. Поэтому от того, как вы разделите по количеству. Вот у меня высокорослых гибридов не очень много. А вот этих вот низкорослых детерминантных побольше, полкиплицы. Поэтому у меня здесь большое количество томатов. И у всех оно будет разное, смотря какое предпочтение вы отдадите. Вот посмотрите на мою схему. Я каждый год всегда схему рисую, чтобы не забыть, где какие сорта. У меня вот этих низких, гемидов 16, 18 настеньких, 10 алтайских сюрприз, 10 жиростойких. И вот эти все, которые королевские, потом ботяня, пудовик, которые не очень высокие, они у меня занимают полкиплицы. И еще дело в том, что я высаживаю по 2 штуки в лунку, поэтому у меня в каждом ряду, вот в одном 46, в другом 44, в третьем 42, в этой теплице у меня высажено 120 томатов. Кого-то эта цифра, может быть, шокирует. Кто-то высаживает 40 томатов в такую же теплицу. Но, во-первых, я высадив такое количество томатов, я все равно стараюсь не в ущерб урожаю, я стараюсь им создать условия такие, при которых даже при загущенных посадках они дадут мне хороший урожай. Вы видите, я вовремя обрезаю все нижние листья, вовремя их, какие нужны посынкования, посынкую. Им хватает всем света абсолютно, будьте уверены. Они все проветриваются, они все у меня содержатся в прекрасных условиях. Даже их тут, если 120, они выращиваются по принципу в тесноте, да не в обиде. Всегда они у меня обрезаны, всегда они у меня пострижены, чтобы им не было тесно, чтобы при такой посадке загущенной, вы видите, вот у меня гибриды, ну эти индетерминантные, между ними вообще большое расстояние, им очень свободно, им хорошо. Поэтому посадить можно любое количество, сколько вы захотите. Главное обеспечить им такой уход, чтобы это было не в ущерб урожая получения. Можно запихать и забыть. Если вы не будете их вовремя как прореживать, листики убирать, конечно, они вытянутся, может быть даже упадут куда-то там. Я преклоняюсь перед людьми, которые вот в такой теплице, им хватает силы воли высадить всего 40-50 штучек. Потому что если по нормам, вот посчитать, 8 метров в длину, вот так вот, если 60-70 сантиметров между каждым растением оставлять, то получается, что один ряд должен вместить всего 13 штук вот таких гибридов. 13-14. И если сделать 4 ряда по одному растению в каждую луночку, всего получится 40-50 штук. Но у меня не хватает силы воли, не хватает, как сказать, не знаю я. Я не могу так редко посадить. Мне жалко места, я стараюсь впихать побольше. Лучше я потом здесь буду хлистаться, ухаживать за ними все лето. Но я насажу столько, сколько возможно, оптимальный размер, оптимальное количество вот этих кустиков. Я сажу так много-много лет, больше 7-8 лет. Все у меня прекрасно получается, поэтому уменьшать количество я не собираюсь. Но это не инструкция, не руководство к действию. Каждый может высаживать так, как он хочет. Можете высаживать вообще строго по правилам. Одну штучку, через 70 сантиметров еще одну штучку. И через 70 сантиметров еще одну штучку. И так до конца. Можете, у кого есть, так сказать, склонность к экспериментам, можете поэкспериментировать, посадить моим способом. Потому что свой способ вы выберете только после того, как вы и так, и так попробуете разные варианты, какой вам больше понравится. Но хочу вам напомнить, что сильно большие расстояния оставлять нельзя. Растения чувствуют волю, начинают жировать, распускать, распушаться свои листья в ущерб урожаю, в ущерб плодоношению. Так что нужно найти золотую середину, чтобы было и им хорошо, и вам хорошо. Вот это к вопросу, сколько томатов можно высадить в теплицу. У меня 120, но можно и 50. Оба варианта, ну как, имеют право существовать. Кто как хочет, то так высаживает. Я никогда никому не говорю, что делайте именно так, как я. Вот это именно то, что я вот пришла к такому способу высаживания. Мне понравилось, у меня хорошо все получается. Но я ухаживаю. Если человек занятый на работе, то, возможно, загущенные посадки ему будет трудно обработать. До свидания. Заходите ко мне на страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Пришел хозяин теплицы.